В данном видео вы узнаете все, что известно о жуках иудах, показанных в фильме «Мутанты», об их появлении, способностях, предназначении и о многом другом. Друзья, а вы знали, что проблема оригинальных подарков уже решена? Заходите на сайт Мистер Холст и заказывайте портрет по фотографии. Вы не только выбираете размеры своей картины, но и ее стиль, благодаря чему вы можете легко стать героем любого сериала, фильма или комикса, превратившись в Ведьмака Геральта или Капитана Шепарда. Мистер Холст – это индивидуальная работа с каждым клиентом и быстрая доставка по всей России, и без предоплаты. Картина – это незабываемый подарок для дорогого вам человека. Все ссылочки будут в описании. Ну а я возвращаюсь к тараканам. Однажды Нью-Йорк поразила самая настоящая эпидемия, которая получила название «Заболевание Стриклера». Из-за него за короткий промежуток времени погибли тысячи детей, а многие находились при смерти. Лишь единицы выживали, однако до конца своей жизни они оставались прикованными к кровати. От этого страшного заболевания не было ни лекарства, ни вакцины, а само оно вызывало острую форму аллергии, сопровождающуюся серьезным ослаблением иммунитета, диареи, а также крепковыми инфекциями ушей, лица и отдельных частей тела. Отчасти заболевание Стриклера напоминало тяжелый комбинированный иммунодефицит, также известный как синдром мальчика в пузыре. В обоих случаях больные крайне уязвимы перед инфекционными заболеваниями и вынуждены всегда находиться в стерильной среде. Чтобы устранить эту серьезную проблему, власти решили избавиться от носителей заболевания – от обычных тараканов. Однако насекомые оказались невероятно живучими, и любые химические методы борьбы были бесполезны. Не видя другого выбора, правительство обратилось за помощью к ученым, которые разработали эффективный способ убийства тараканов. Это был новый вид насекомых под названием иуды. Они были созданы в генетических лабораториях после тщательных и долгих исследований, путем совмещения ДНК термита и богомола. Новые союзники людей выделяли ферменты, которые обычные тараканы поглощали с большим удовольствием. Однако после их метаболизм ускорялся до такой степени, что насекомые за считанные часы погибали от голода. Уже через несколько дней после того, как иуд выпустили в канализационную систему Нью-Йорка, все обычные тараканы до единого были мертвы, благодаря чему распространение заболевания было остановлено. Из-за рекомбинантной ДНК в организме иуд происходили быстрые ферментативные изменения, из-за чего ускорялись метаболические процессы, что существенно сокращало срок их жизни. Но ученые решили еще подстраховаться и добавили суицидальный ген, так что в среднем существование данного вида составляло от 120 до 180 дней. А после они все погибали. Конец. История эволюции показала нам, что жизнь просто невозможно обуздать. Жизнь так или иначе вырвется на свободу, завоюет новые территории, сокрушит все барьеры. С болью, с большой опасностью, но все же... Мальклим, заткнись, твоя теория никому не интересна, потому что они должны были вымирать, а они размножаются. Твою мать! Что же пошло не так? Как уже было сказано, метаболизм Иуд был ускорен, при этом они стали размножаться с невероятной скоростью. За небольшие промежутки времени появлялись и погибали сотни тысяч поколений данного вида, что приводило к большому количеству мутаций. Те, что приносили пользу, передавались следующим поколениям, а все остальные постепенно исчезали. Со временем полностью исчез суицидальный ген, а продолжительность жизни существенно увеличилась. На протяжении трех лет Иуды активно эволюционировали. Как и многие другие виды в земном животном царстве, Иуды в процессе эволюции научились мимикрии, то есть сходству с определенными существами. И в данном случае речь идет, конечно же, о людях. Если поначалу это был просто защитный механизм, то со временем жуки стали пользоваться данной способностью, чтобы не вызывать подозрения у жертвы перед нападением. Иуды появляются на свет из ООТЭКИ, большого мешка из застывшего пенистого белкового материала, внутри которого располагаются яйца, уложенные горизонтально в несколько рядов. В каждой ООТЭКИ находится несколько сотен личинок, а сами капсулы очень прочные и легко выдерживают минусовые температуры, а также воздействия яда химикатов. На ощупь они имеют желатиновую консистенцию, а цвет самой оболочки темно-оранжевый. Ширину ООТЭКИ обычно порядка 60 сантиметров, а высоту около 35. Чаще всего их можно найти на стенах или крупных объектах, к которым они приклеены некой клейкой субстанцией. Вылупивший Сеуда довольно быстро развивается, и всего за несколько часов достигает длины порядка 20 километров. Его тело покрывает прочный коричневый, оранжевый и хитиновый экзоскелет, и в таком виде он напоминает мадагаскарского шипящего таракана. Молодой Иуда имеет три пары крыльев и шесть ног, заостренных на концах. В таком возрасте они довольно глупые и свирепые, а потому без раздумий стараются атаковать любых встреченных существ. У взрослых особей ноги, крылья, голова, грудная клетка и живот внешне выглядят как у обычных земных насекомых, однако на расстоянии не все так очевидно. По своим размерам жуки равны взрослому человеку. Такой рост стал возможен благодаря легким и новой пищеварительной системе, которые появились в процессе эволюции. Органы прекрасно сформированы. Иуды могут передвигаться как на четырех лапах, так и только на двух задних, имитируя таким образом человека. Крылья плотно оборачиваются вокруг тела, создавая издалека обманчивое впечатление мужчины в длинном плаще. Но самой удивительной особенностью данных жуков является форма их передних конечностей, которые при совмещении друг с другом образуют единую хитиновую пластину, которая напоминает человеческое лицо. Иуды реагируют на любые выделения человека, будь то моча или пот, а почуяв кровь и вовсе сходят с ума и не останавливаются, пока не найдут источник. Друг друга жуки определяют по запаху, а потому человек может скрыть свое присутствие, обмазавшись запаховыми железами данных созданий. Убив добычу, они либо поглощают ее на месте, либо относятся к так называемой кладовой, оставляя на потом. Между собой иуды общаются, издавая мандибулами щелкающие звуки. Взрослые иуды обитают в колониях, в которых действует кастовая система, схожая с системой в термитнике. Существует всего один фертильный самец, оплодотворяющий самок, который во всем подчиняется своему вожаку, занимаясь охраной и поиском еды, а также создают кладки яиц и осуществляют заботу о молодняке. Спят женские особи совсем как летучие мыши, прицепившись лапами к потолку. Самец же этого не может из-за полного отсутствия крыльев. Кстати, если вам интересно узнать о другом виде иуд, которых показали во втором и в третьем фильмах, обязательно ставьте палец вверх. И еще я специально сказал, что длина молодых иуд равна порядка 20 километрам. Само собой речь идет о сантиметрах, однако у тех людей, которые будут тыкать меня на этот момент в комментариях, пиписька уменьшится на 10 сантиметров. Это все на сегодня. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Спасибо, и перед тем, как раздавить таракана, помните, что возможно у него и старший большой брат, который разорвет вам жопу. До встречи. В смысле, я просто прощаюсь, я не таракан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.